Просьба работникам и посетителям покинуть помещение согласно плана эвакуации. Внимание! Пазарная опасность. Войс сирен, оперативное появление спецтехники и срочная эвакуация. По легенде учений, на территории общества с ограниченной отверственностью Бел и НЭКО произошла раздерметизация цистерны с взрывоопасным веществом. Ядовитый газ вырвался наружу, однако спасатели осадили облако с помощью воды и специальных устройств. В итоге, пострадавшие эвакуированные техногенные авария устранена. Кстати, промышленные объекты Бел и НЭКО уже не в первый раз становятся ареной учений огнеборцев. В данный момент мы проводили учения на территории именно опасного объекта в производственном отношении, на котором производятся, хранятся, обращаются в производстве опасные вещества, и в том числе токсичные, также взрывоопасные. Поэтому, где как ни на таких объектах нам учиться. Вторая техногенная авария произошла в одном из промышленных объектов. На этот раз спасатели в задымленном здании обезвредили канистру с взрывоопасным веществом, надев на нее специальный бандаж. По сценарию в ликвидации условно-чрезвычайной ситуации было задействовано пять единиц техники подразделений Брестского областного управления МЧС и одна автоцисерна государственной пожарной службы города Бялоподляска. Руководители учений двух стран дали положительную оценку действиям всех участников и заявили о том, что данные мероприятия станут отправной точкой для реализации совместных проектов в рамках трансграничного сотрудничества. Мы обмениваемся мнениями, мы смотрим лучшие образцы, они у нас смотрят лучшие образцы пожарно-технического вооружения, приемов и способов ликвидации чрезвычайной ситуации. Это, естественно, только к лучшему. Для того, чтобы нам в случае возникновения трансграничных возможных ситуаций, а у нас много объектов на территории и города Бреста, и на территории сопредельной республики Польша, много опасных объектов, опасных производств, поэтому мы готовимся, конечно, всегда готовимся к худшему, но, тем не менее, пусть этого не будет, но мы должны быть готовы для совместной ликвидации трансграничных чрезвычайных ситуаций. Я думаю, что такие учения играют важную роль в сохранении и развитии трансграничного сотрудничества. Мы неоднократно приходили к выводу, что только действуя сообща, плечом к плечу, мы сможем ликвидировать любую угрозу техногенного характера на территории пограничных стран и не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций. История совместных учений спасателей Белоруссии и Польши началась два года назад с подписания соглашения о сотрудничестве с Брестским областным правлением МЧС и комендатурой пожарной службы Любинского воеводства Польши. Уникальность данного документа состоит в том, что в первую очередь он направлен на объединение усилий в борьбе с техногенными катастрофами трансграничного характера. Поэтому более двух лет спасатели отрабатывали навыки взаимодействия, закупали новую технику и оборудование. И сегодня в планах подготовка и реализация совместных проектов, которых во главе угла – ликвидация и предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории соседних стран. Только плечом к плечу шансы побороть такую своенравную стихию, как огонь, увеличивается во сто крат.